МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день насыщен событиями, а каждая неделя знаменательно подведением итогов. Здравствуйте! В эфире ГРТ интервью недели. Сегодня мы находимся в Кишиневе, и именно здесь располагается Ассоциация спортивной прессы Молдовы. И сегодня мы поговорим о делах спортивных с ее руководителем Эдуардом Чубаном. Эдуард, рада вас приветствовать. Здравствуйте! Уже почти 10 лет вы возглавляете Ассоциацию спортивной прессы Молдовы. Как организация в целом влияет на развитие спорта в стране и, конечно же, у нас в Гагаузии? Да, прежде всего отмечу, что в этом году Ассоциация спортивной прессы справляет свой юбилей, 30 лет со дня создания. И к этой дате мы в конце года приурочим как бы и нашу традиционную гаузь спортивной прессы, в рамках которой отмечаются лучшие спортсмены, лучшие тренера, журналисты спортивные. Знаете, как бы, если бы мне 10 лет назад спросили бы, согласен ты, возглавит, я бы еще, честно говоря, подумал. Но вы были вице-президентом. Это и как бы помогло мне лучше понять работу Ассоциации. Благо у нас тогда был хороший президент Владимир Колесниченко, который поддерживал финансы в том числе, и поддерживал все начинания наши. И благодаря этому состоялся такой плавный переход от дел насущных к именно конкретным целям. И в то время, когда он подал восставку в 2014 году, как бы для меня возник вопрос, продолжить дело или отказаться, как бы. И учитывая, что у меня много друзей в мире, в спортивном мире, как бы, заручившись их поддержкой, в принципе, я согласился и решил на 5 лет, мандат такой у нас президента длится, я решил на 5 лет как бы попробовать. Честно говоря, даже первые проекты тогда в рамках Ассоциации состоялись очень на хорошем уровне. И казалось, что нам удастся сплотить спортивный мир, спортивное сообщество, в том числе и спортивную прессу. Небольшое разочарование пошло именно, когда я понял, что наши журналисты, ну не все, но, скажем так, процентов 30 не очень горят желанием работать на новом уровне. Все как-то привыкли получать новости, знаете, из других сайтов, переделывать и дать как свою собственную. Или легче всего просто переписать и дать как бы. Мы решили возродить былые начинания, когда в 93-м году была создана Ассоциация, тогда были две спортивные газеты, было много телевизионных каналов, радиостанций. И тогда была острая конкуренция между ребятами, был постоянный рост. К сожалению, сейчас надо признать, что действительно кадры – это самая большая проблема спортивной прессы. Многие, которые приходят в спортивную журналистку, быстро разочаровываются, потому что действительно это надо не только понять, но это надо жить спортом, любить спорт, заниматься спортом. И в данном случае, конечно же, перед нами, перед Ассоциацией спортивной прессы, сейчас острая проблема найти талантливую молодежь, которой помочь ей реализовать свой путь. Как в свое время помогли мне известные мэтры, там, Валерий Рогозенко, Иоанн Санду. То есть очень многие, действительно, спортивные журналисты, которые прошли хорошую школу, и мы сумели от них взять очень много хороших дел. Ну, у них наверняка закалка была такая советская, и действительно было чему поучиться. А вот сейчас тенденции совершенно другие, и молодежь… Ну, чем вы, кстати, объясняете, что молодежь неохотно идет в эту сферу журналистской прессы? Знаете, это, наверное, все-таки надо любить спорт и заниматься им. Если человек не занимается спортом, то ему трудно понять спорт, писать о спорте, тем более освещать спортивные соревнования. Бывает, что иногда приходят журналисты, и действительно он не понимает сущность того или иного вида спорта. То есть это… Вот я к тому, что если советская, так скажем, журналистика в сфере спорта, она была одной, а сейчас насколько она изменилась, и что следует знать молодежи, тем, кто все-таки решает свою судьбу связать с журналистской спортивной карьерой? Очень сильно изменилась. Если раньше журналист приходил на интервью очень подготовленным, и знал о своем собеседнике практически все, сейчас, к сожалению, даже иногда журналисты, ну, даже не заходят в гугль, чтобы посмотреть, кто перед ним. И случай Игоря Биланова, когда побывал в Кишиневе, принес золотой мяч, то есть когда один журналист спрашивает его, представьтесь, пожалуйста, это было как бы не совсем корректно со стороны спортивного журналиста, который, честно скажу, оказался неподготовленным. И мы, как бы, чтобы избежать подобных казусов, мы просто в следующем году, наверное, сделаем специализированный семинар, чтобы действительно попытаться объяснить журналистам, что это нелегкая доля спортивной журналистики, и надо быть, как бы, тоже на своем уровне. Так уж принято считать, что спорту и культуре в Молдове недостаточно уделяется внимания в сфере финансирования. Вот с приходом новых властей, как меняется ситуация? Хорошо, знаете, я всегда так отвечаю, что я более 30 лет уже живу надеждой, что будет все лучше и лучше, к сожалению, наоборот, получается. Давайте начнем с того, что у нас нет своей структуры спорта в Молдове. То есть мы не говорим о министерстве, в целом министерстве спорта и молодежи, как было раньше хотя бы, а о небольшой структуре агентства спорта или департамента спорта, который действительно бы курил с профессионалами, и было бы легче найти общий язык. К сожалению, политическая ситуация в Молдове такова, что, если я не ошибаюсь, за последние 3-4 года поменялось минимум 5 министров, и тем более, которые руководители, отвечающие за спорт. И только человек как бы познает спорт изнутри, как он тут же уходит, понимаете. Это нет стабильности как бы в развитии спорта. А, кстати, как вы считаете, этот человек, который должен возглавлять профильное ведомство, в данном случае министерство, он должен быть из сферы спорта, он должен быть спортсменом? Что касается министра, сейчас у нас... И все-таки менеджерские качества должны быть чуть выше. Ну, что касается министра, то не совсем обязательно из мира спорта, но человек, который вот секретарь, государственный секретарь по спорту и молодежи, обязательно должен быть из мира спорта, потому что иначе он просто окажется перед множеством проблем, которые действительно он не сумеет их преодолеть. И всему виной незнание спорта. В данном случае, как бы, слава богу, что нам еще везет на людей, которые из мира спорта. Тот же Сергей Гурин на сегодняшний день, как бы, человек из спорта. И прекрасно, как бы, есть небольшие нюансы, да, там тоже, как бы, может быть, из-за недопониманий. Бывают разные случаи, что действительно, как бы, не находят общий язык, в том числе и со спортивной прессой. Но это, я считаю, что в ходе, как бы, переговоров, в ходе открытого круглого стола, почему бы и нет, мы сделали форум, и, к сожалению, ни одного представителя министерства не оказалось на том форуме, где, наоборот, обсуждались проблемы спорта, проблемы спортивной прессы. Они были приглашены? Да, были приглашены, в том числе и представители Олимпийского комитета. К сожалению, отсутствует, знаете, уважение к спортивной прессе, и всему виной мы сами, потому что мы, как бы, так сказать, легко гладим их хорошими результатами, но спорт изнутри, как бы, не освещается. За небольшим исключением, когда действительно больше проблем по инфраструктуре, и ребята освещают эти моменты. К сожалению, еще и множество проблем есть, и у нас такая пресса спортивная, знаете, такая, ну, мягкая, скажем так. То есть не сильно старается критиковать спортивных руководителей, хотя, наоборот, конструктивная критика никогда не мешает. Ну, может быть, на то и есть субъективные причины, чтобы спортивная пресса у нас мягкая. Быть может, те же самые невысокие зарплаты. Как-то хватит на энтузиазме работать. Может быть, это сегодня играет такую ключевую роль. Если мы будем исходить из таких позиций, то мы постепенно, как бы, превратимся... Вообще можем потерять. Да, потерять смысл спортивной прессы. Я поэтому и даже сейчас у нас, как бы, новый министр, и я хочу, как бы, сделать, может, рабочую встречу просто с представителями спортивной прессы, спортивного сообщества, в рамках которой мы действительно обсудим возникшие проблемы, потому что проблемы нужно решать сегодня, а не ждать их, что как-нибудь они сами решатся. Это неправильно, и в данном случае Ассоциация спортивной прессы, наверное, единственная в регионе, в европейском, которая не получает государственные дотации. Мы выживаем самостоятельно, и, как бы, пришли те времена, когда за счет тиражей, за счет рекламы мы могли бы выживать. На сегодняшний день у остро возникает вопрос и государственной поддержки, в том числе молодых талантов, семинаров. Мы не говорим, что мы нуждаемся в зарплате. Нет, мы живем, как бы, трудимся, мы любим спорт, мы развиваем спорт, продвигаем молдавский спорт, но, опять же, нужна конструктивная позиция по продвижению именно отрасли спортивной журналистики, потому что недалек тот день, когда просто за нами не окажется никого просто, и за исключением одного-двух молодых ребят, это должна быть конкуренция, в том числе и среди молодежи. Недавно были выпускники Молдавского госуниверситета, факультет журналистики, и, к сожалению, из 30 человек ни один не изъявил желание пойти в спортивную журналистику. Это о чем-то говорит. У нас в Молдове действует несколько федераций по тому или иному виду спорта, футбола, борьбы и так далее. А вот как ассоциация прессы спортивной взаимодействует с этими федерациями спортивными? Знаете, если есть уважение, в том числе от спортивных федераций, значит, есть работа. Мы прекрасно взаимодействуем с федерацией футбола Молдовы, с федерацией тенниса, с федерацией пляжного футбола, с тайпундо, то есть легкой атлетики, борьбы, дзюдо. То есть очень много видов спорта, которые уделяют внимание популяризации своих видов спорта. Естественно, пресса всегда рядом. Иной раз, когда происходит соревнование, допустим, и мы узнаем уже после завершения турнира, то, естественно, возникает вопрос, почему было трудно просто позвонить, предупредить спортивную прессу. Потому что даже сейчас мы обсуждали в министерстве, обсуждали, чтобы пресса имела свой график соревнований, чтобы каждый день в прессе была предоставлена вся информация по проведению соревнований. Потому что возникает иногда момент, что действительно или пресса не знает, или пресса не хочет, или нет камеры, или что-то другое. И о чем говорить, если сейчас в спортивной прессе, имею в виду пишущей прессе, у нас практически не осталось журналистов, уже только телевизионщики осталось, в Молдове побольше, так скажем. А нет спортивной газеты, нет один-единственный спортивный журнал, который выходит в конце года. И остальные газеты тоже не позволяют себе спортивные рубрики. Просто когда есть медаль, они тогда уже пишут о спорте. А, кстати, кто входит в состав ассоциации спортивной прессы? На сегодняшний день у нас 54 члена ассоциации со всех регионов Молдовы. Это представители телевидения, радио, пишущие прессы, фотографы, пресс-офицеры федерации. То есть, я честно скажу, это активных членов ассоциации, это где-то половина из них. Половина уже те, которые просто уже когда-то написали статью, и где-то 15 ветеранов у нас, которые мы уважаем и чтим. Ну, опять же, где-то 10-15 человек, которые, ну, честно, написали год назад статью, и на этом все, как бы. Но они остаются членами ассоциации. Устав, как бы, мы соблюдаем, потому что мы не можем, как бы, на основе того, что он год не пишет, мы не можем его исключить из ассоциации. Есть устав, и мы придерживаемся строго устава. А тогда надо шевелить? Да, мы... В этом компоненте мы, да, мы на следующем уже отчетно выбранном собрании постараемся, как бы, именно, чтобы членами ассоциации остались те люди, которые действительно, за исключением ветеранов, они должны активно работать. То есть, неважно, если он написал статью 10 лет назад или сейчас, но он должен на сегодняшний день активно трудиться, и чтобы принять участие во всех проектах ассоциации, он тоже должен быть активным. Но сегодня активную позицию занимают блогеры, да, блогерство в нашей стране тоже достаточно популярное явление, скажем так. Это не журналистика, и тем не менее, здесь также можно популяризировать спорт. Вот у нас есть сайты молдавские спортивные, а у ассоциации спортивной прессы есть свой сайт? Был сайт, потом, как бы, мы отказались от него, и сейчас уже в конце года мы запустим тоже сайт под эгидой ассоциации, но он будет уже такой специализированный именно на тематику спорта, и больше акцент будет делаться на спортивные события, на аналитику, на критику конструктивную. То есть, там свое слово могут высказать все члены ассоциации. Это не будет не только сайт ассоциации, но будет чисто такой информационно-аналитический сайт. Но вы отслеживаете работу этих сайтов, как ребята пишут? Да, да, к сожалению, на сегодняшний день, действительно, в Молдове только один спортивный специализированный сайт, даже два, один футбольный, один спортивный. И, знаете, давайте не будем кривить душу, это все-таки, когда один человек работает в редакции, это не серьезно, и, конечно же, очень много информации опаздывает, но именно поэтому мы хотим создать новый курс, может, развития спортивной прессы и привлечь как можно больше молодежи, как в свое время нас пригласили в редакцию, так и мы хотим иметь возможность дать шанс молодым проявить себя и действительно стать мастерами спортивной журналистики. Вот, в частности, вы, Эдуард, что вы можете передать молодому поколению? Какие навыки, какой опыт, в какой сфере? Ну, учитывая то, что я уже больше 26 лет издаю спортивный журнал «Спорт Молдови», и как раз он первый выпуск пришелся на, как бы, сразу после выпуска госуниверситета, когда я стал, уже, как бы, закончил университет, и сразу же в том году я помню, что и «Конструктор Кишинев» впервые стал чемпионом Молдовы, и моя идея нашла поддержку нескольких федераций, и мы издали тогда первый журнал, сейчас он уже такой солидного возраста и солидного объема, я скажу так, и мне бы хотелось действительно, чтобы люди научились писать не только красивые интервью там, но и репортажи, очерки. Кстати, по очерку у нас, честно скажу, возникают большие проблемы, потому что на сегодняшний день нет молодежи, которая бы именно умела писать красивые, хорошие очерки, и в данном направлении тоже хотим побеседовать с представителями факультета журналистики, чтобы, возможно, когда будет уже сайт, тогда уже привлечем больше молодежи, чтобы дать им возможность, может, практику пройти, может, как-то по-другому, но будет больше сотрудничества с факультетом журналистики. Скажите, вот при проведении международных соревнований, как решается вопрос, кому из журналистов ехать, ну, освещать это соревнование? На сегодняшний день, кроме Олимпиады, ну, никто из журналистов, спортивных журналистов, за малым исключением, не могут позволить себе финансов поехать на какие-либо международные соревнования. Что касается Олимпийских игр, то вот у нас были 4 аккредитации на Олимпиаду в Париже, как бы на следующий год, и, к сожалению, не было у нас конструктивного диалога с Национальным Олимпийским комитетом, они просто создали свою комиссию, 4 работника ног, как бы, решили, кому ехать. Я не могу сказать, что та комиссия сильно ошиблась, но надо дать самим журналистам возможность избрать, как бы. Мы прекрасно знаем, кто на что способен и кто чего заслуживает. И когда видишь, что чужие люди решают твою судьбу, это не совсем корректно. В то же время Международный Олимпийский комитет, как бы, дал прерогативу этим аккредитациям выбора именно на Национальные Олимпийские комитеты. И Ассоциация Спортивный Пресс, к сожалению, не может. Мы пару раз инициировали просто письма, чтобы действительно выслушали мнение нашей ассоциации. К сожалению, они самостоятельно решают, кому ехать. И в то же время еще существует небольшой дисбаланс финансирования. То есть пару человек они финансируют, остальные должны найти самостоятельные средства. То есть это не совсем корректно. Если помогаете, то помогаете всем. Если не помогаете, то никому. И каждый тогда будет решать, как поедет он. То есть это не совсем корректно. И сейчас даже вот мы уже начали поиск средств на Олимпийские игры в Париже. То есть тоже не совсем корректно. Когда речь идет о наших ребятах, то они просят поддержку прессы. Давайте вместе все поддержим, будем продвигать страну. А когда пресса должна искать средства и самостоятельно должна решать свои вопросы, то уже как бы мы вас не знаем. Мы имеем общую цель, продвигаем имидж республики Молдова. И мы должны сообща что-то решать, найти спонсоров, даже не спонсоров, найти партнеров, честнее сказать, чтобы именно решать такие вопросы побыстрее и как можно лучше. А кто оказывает поддержку вашей ассоциации? У нас, знаете, мы как бы существуем за счет поддержки партнеров и тех людей, которые, ну скажем так, настоящих друзей ассоциации. Это в первую очередь общественная организация Асикс, которая в этом году учредила даже приз лучшему спортивному журналисту 50 тысяч лей. Я думаю, что это будут хорошие диспуты. Знаете, когда говоришь одному журналисту, то он сразу говорит, я лучший, я лучший. И получается, что все лучшие, надо избрать лишь одного. Знаете, это, ну это, выбор будет этого нашего партнера, мы его приветствуем. Уже пошли другие партнеры тоже, которые след за ними уже тоже решили изъявить. Компания «Джиоспорт» также и заявила желание поощрить журналистов, которые позволят себе наиболее конструктивную критику. То есть я думаю, что тем больше в этом году у нас юбилей, мы сможем на гале спортивной прессы поощрить журналистов, именно те, которые, знаете, болеют за молдавский спорт и именно, как бы, ну, отдают себя полностью. То есть не так, что приходят на соревнования и потом, как бы, забывают об этом соревновании. Это, как я уже говорил, надо жить спортом. Ну вот, когда я спрашивала вас относительно навыков и опыта, что вы можете передать молодому поколению, я также имела в виду вид спорта, который вам и любим, и в котором вы, что называется, растворяетесь. Вот, да, знаете, в детстве занимался футболом и даже пригласили в школе-интернаты Черноморец-Одесса тогда в свое время. Я отказался, как бы, родители посоветовали выбрать другое направление. И вот именно та любовь к футболу, наверное, я сказала свое слово, что когда я уже был студентом факультета журналистики, и любовь к футболу вот именно помогла мне реализоваться вот именно в этом плане, как бы, заниматься и журналистикой, и футболом одновременно. И в 96-м году, когда в Кишиневе играли матч в рамках европейского чемпионата, тогда отборочного турнира, Молдова-Англия, было какое-то предложение сыграть с коллегами из Англии, просто товарищескую игру. Мы сумели собрать там 15 человек на большом поле, я помню, на Динамо играли. К сожалению, уступили 6-3, но у англичан тогда играли известные мастера футбола, экс-футболисты, которые комментировали на ТВ уже. И за счет них и нашим соперникам удалось, как бы, но именно тогда, как бы, нам показался путь, как показали путь развития этой команды. И на более серьезном уровне мы тогда начали заниматься, нашли даже спонсоров, партнеров. И уже в 2001 году мы даже участвовали во всемирной олимпиаде, заняли третье место в Испании. А уже в 2003 году стали олимпийскими чемпионами, уже как бы в разделе футбол. Именно во Франции, можно сказать, уже даже до тот же юбилей, сказать, 20 лет со дня того момента, когда мы победили в финале французскую команду. И сейчас некоторые коллеги даже шутят, что вот французам мы обыграли уже. Пусть журналистам, но все равно обыграли. Приятно слушать такие слова, знаете. Но это хобби, это любители все-таки. И нельзя сравнивать с профессиональным футболом. Но опять же, та любовь помогла даже сейчас в последние годы, даже скажу более серьезно, более профессионально, подойти к этому увлечению. И в мае мы провели в Кишиневе Кубок Европы. К сожалению, некоторые команды отказались поехать в Молдову. Но опять же, уже они пожалели об этом уже, когда услышали отклики, отзывы о этом турнире. И уже на следующий год наверняка рассчитывают побывать в Молдове. Все-таки для большинства из наших игроков, а большинство это члены ассоциаций, которые работают на телевидении, и не только спортивной прессы. То есть это имеется в виду во всей республике. И ребята как бы уже загорелись этим проектом. И уже следующая поездка у нас в Армению. И хотим очень побывать в эту страну, и сыграть, и почему бы, и нет. В этом году уже нас два турнира выиграли, уже постараемся в третий раз уже добыть заветный кубок. Привлекаете кого-то в свою команду? Мы привлекаем всех желающих, и даже даем шанс, как бы. Мы не останавливаемся на только, знаете, как бы 10-12 человек, все. Мы с Террасполя, вот сейчас в Болгарию с нами поехал человек, который дебютировал за нашу команду. И что удивительно, он имел такие волнения, что аж в последнем матче забил только. И мы как бы шутили уже, слушайте, с Террасполя постоянно в последнем матче забивают. Что в финале, что... То есть мы даем шанс любому. Если он хорошо играет в футбол, или даже иногда оператор едет с нами тоже, когда мы можем позволить себе финансово, то есть взять и оператора. То есть бывали случаи, что и операторы с нами ехали. То есть у нас общая семья, которая работает во благо Молдовы, во благо продвижения спортивного имиджа. Ну, я думаю, что я не открою секрет в том, что в Гагаузии тоже любят футбол, и он тоже есть на профессиональном уровне у нас. Вас кого-либо из гагаузских футболистов привлекаете в свои ряды? Ну, вы знаете, это нужно пройти сперва на тренировку, посмотреть. И где-то в сентябре мы сделаем такой сбор спортивных журналистов, пригласим всех желающих, в том числе из Гагаузии. Привлекать профессиональных футболистов мы не имеем права. Он должен быть именно из спортивных журналистов, потому что вот сейчас мы побывали в Болгарии, действительно, болгарская команда из бывших экс-футболистов, которые играли когда-то за ЦСКА, Софию там, Литекс. И, конечно же, их уровень выше. Но, опять же, наш уровень, неплохой уровень, я скажу, но он держится на основе того, что мы постоянно бегаем вместе уже много лет. И даже если хотят желающие новые игроки, то есть они должны вписаться в состав команды. Для этого существуют тренировки, товарищеские матчи. Без проблем, если есть желающие, добро пожаловать. Я начала нашу беседу с того, что как ваша организация, Ассоциация спортивной прессы, влияет на развитие в целом спорта у нас в Молдове. А вот популяризировать спорт – это тоже одна из целей вашей организации. И чтобы это делали люди разного ранга, в том числе и чиновники, как они откликаются на ваши призывы? Давайте возьмем один из последних проектов Ассоциации. Это книга «Топ спорт Молдова», в которой были более 150 очерков наших спортивных деятелей Молдовы, начиная от спортсменов, заканчивая тренерами, даже спортивными журналистами. Это попытка, знаете, некоторые уже обидели, что они не попали в эту книгу. Но я говорю всегда, что есть и второй том, есть и третий. Мы как бы решили дать новый импульс развития именно в спортивной книге, потому что много у нас тренеров хороших, спортсменов. К сожалению, век спортсменов очень короткий. И когда смотришь, что он уже как бы отходит от спортивных дел, мы хотели вписать их имя в историю. Как бы именно. И, к сожалению, мы дали письма о поддержке и Олимпийскому комитету, и министерству. Мы получили отказ, но мы сильно и не надеялись на это, потому что уже привыкли же, последние 10 лет мы привыкли, что сильно от них помощи не дождешься, а сидеть сложа руки тоже не наш удел. И поэтому мы, опять же, благодарим партнеров и настоящих друзей, которые действительно ценят нашу дружбу и ценят наши усилия по продвижению спорта. И в конечном итоге получился продукт, очень хороший продукт, который разошелся как теплый хлеб, знаете, как горячий хлеб. И даже я, как автор проекта, у меня дома только один экземпляр остался. А сколько было издано? Полторы тысячи было. Но мы раздали его бесплатно. Это достаточно большой труд. Я видела эту книгу, она объемна в формате, я имею в виду, и с использованием фотографий, и все это на глянцевой бумаге. Это дорогостоящее удовольствие. Кто помог вам в издании этого сборника? Опять же, начинаем от первоисточника, я так же скажу. В такой приватной беседе с моими друзьями из ассоциации АСИКС, Пламен Миланов, как-то шутя говорит, давай я тебе дам 30% проекта, остальное ты найдешь, хороший парень, активный. И вот так и получилось, что начало было заложено. Мы как бы инициировали проект, нашли поддержку практически у 99% организаций, к которым мы обратились. Я честно был удивлен. Но опять же, за исключением двух структур, просто я не могу понять их позицию. А вы, кстати, им подарили такой фолиан? Да, да. Мы их, кстати, пригласили всех на презентацию, честно скажу. И причем были представители той структуры, обеих структур, и даже получили свой экземпляр. Но опять же, знаете, мы не для них работали, мы работали для истории, понимаете. И когда видишь просто, что люди как бы не хотят создать историю вместе, это о чем говорить, о чем мы. Мы работаем по-любому, как бы. Мы знаем свой проект, хорошо знаем. И мы должны не ждать помощи от них, потому что это нереально. Если постоянно будешь ждать помощи, это ничего не будешь делать. И уже самостоятельно ищем. И если даже на презентации книги, я когда презентовал книгу, я тоже сказал, что более 50 партнеров откликнулись на нашу поддержку. И это при том, что мы еще большую часть не задействовали. Честно скажу, после этого как бы пошли даже бизнесмены и тренера сказали, почему ты ко мне не обратился, почему. То есть был такой всплеск, что действительно, мне кажется, что через год-два надо создать второй том обязательно, потому что... Гагаузские спортсмены вошли? Вошли, не все. Вот это тоже одна из наших упущений, потому что действительно в Гагаузе очень много ребят способных, талантливых. И в данном случае, я скажу так, во втором томе будет другая позиция, другое сотрудничество даже с Гагаузскими властями, потому что мы действительно этот проект реализовали за полгода. Представьте себе, за полгода это просто большой... Работа в покушах, можно сказать. Да, большой объем работы. И, к сожалению, такие проекты не делаются за полгода. Это минимум год до двух лет. Значит, продолжение следует? Да, я уверен, что следует, потому что иначе нельзя. Мы уже поняли, что наша позиция надо созидать, надо делать что-то. Именно те спортивные журналисты, которые активно работают, те и должны оставить следы нашей истории. Вы чуть ранее говорили о том, что был проведен форум спортивных журналистов. Это был первый такой форум для этих специалистов, скажем так. Каким выводом вы пришли и что для вас стало теперь целью номер один после проведения форума? Ну, целью номер один, как я уже говорил, это запуск нового специализированного интернет-издания. В конце года мы намечаем презентацию сайта, потому что, знаете, нет именно, я бы сказал, связи между спортивными организациями, спортивной федерацией и спортивной прессой. Ассоциация, к сожалению, не может на сегодняшний день являться тем рупором, чтобы именно взаимодействие между этими организациями, потому что мы не владеем большими финансовыми средствами, а на основе сайта как бы будет полегче, потому что действительно, когда уже будет знать полный уже календарь игр, соревнований, все тогда будет легче задействовать уже и федерацией, и спортивных журналистов. Как бы нет последовательств такой, чтобы человек работал, а потом как бы отдавал себя полностью этой работе. Он пробует, видит, что что-то не получается и уходит. Скажите, Эдуард, вот сегодня достаточно широко распространяется интернет-телевидение, и сайты в том числе. Но все-таки телевизор никто не отменял еще, он есть. И есть фанаты футбола, есть фанаты других, конечно, спортивных игр, есть те, кто внимательно следит на профессиональном каком-либо уровне за проведением олимпийских игр. Вот, все это достаточно дорого обходится той или иной компанией, которая вещает. Вот, как вы находите эти моменты для того, чтобы молдавскому зрителю показать красивый футбол, красивый матч? Спортивная пресса, как и футбол, как и любой другой вид спорта должен стать тоже своего рода спортивной индустрией. Потому что иначе мы не выживем, а ходить с протянутой рукой постоянно, это, знаете, до поры до времени, как говорится. Ну, 30 лет ходим. Ну, что делать? Если не будем ходить, значит ничего не будем. Наверное, вошло в привычку. Все-таки это нужно быть на законодательном уровне, должно быть. И я знаю, что в парламенте сейчас, ну, хотят сделать, но посмотрим, получится ли, не получится. Тоже закон о спонсорстве должен заработать по-иному, потому что на сегодняшний день, честно говорю, люди, которые помогают спорту, это вообще в своем большинстве случаев анонимные люди, потому что они не хотят рекламы, они просто помогают спорту из-за своей любви к спорту. И я знаю многих своих друзей, которые действительно помогают, но только чтобы ты мне про меня ничего не говорил. Мне очень нравится, вот по какому пути развивается Федерация Футбола Молдовы. Действительно, знаете, как бы, многие говорят, что вот у нас плохо играет национальная сборная. Ребята, это не Федерация играет в футбол, Федерация старается делать все возможное, чтобы развивать этот вид спорта. И учитывая, что развивается инфраструктура у нас действительно на хорошем уровне, очень много спортивных полей, футбольных полей, и опять же, с учетом того, что помогает и УЕФА, и ФИФА, очень много проектов, футбол в школе, который тоже достаточно хороший проект. То есть отдача будет через 10-15 лет. Не ждите, что завтра Молдова сразу выйдет. И хорошо, что Молдова вот сейчас начала, даже национальная команда, начала уже завоевывать свое потраченное имя, так скажу, и обыграли поляков. Три дня об этом говорили, вся Европа говорила об этом. То есть я считаю, что у нас потенциал неплохой, как в борьбе, как в ЗИДО. У нас же не теряются таланты, у нас постепенно возникают другие таланты. Да, была советская школа, казалось, что все, мы как бы после этого не будем иметь, мы имеем чемпионов мира, мы имеем призеров Европы, мы имеем призеров Олимпиады. То есть есть школа наша, которая действительно развивается, значит, можно делать. И нужно поддержать этих ребят, и опять же, нужно предоставлять им все условия сейчас, чтобы не возник такой соблазн покинуть Молдову и представлять другие страны. Ну вот, отвлекаясь несколько от сферы спортивной прессы, все-таки касательно конкретно спорта, Эдуард, что сейчас необходимо для того, чтобы молдавский спорт получил импульс такой, серьезный, задел на успешное будущее, с большим количеством медалей, с признанием во всех странах? А мы и так идем по этому пути. Он развивается, даже, знаете, ну это развивается уже такой стабильными темпами, но я бы не сказал, что за счет финансирования хорошего. Да, финансирование оно есть, но это за счет характера молдавских спортсменов и их тренеров, которые действительно, вот я позавчера говорил с одним тренером, он поехал со своим воспитанником на сборы, он говорит, я сделаю из него чемпиона мира. Знаете, такое, вот это усердие, вот это желание показать самому миру, что да, у нас в Молдове, несмотря на скудный бюджет, но все равно умеют воспитывать чемпиона, вот это, наверное, и играет свою роль в то, что мы имеем хорошие результаты. Говорить о том, что нужна структура, я давно сказал, что нужна структура по спорту, и чем меньше говорим о спорте, тем хуже для нас, потому что не будет спортивной прессы, не будет и спорта в целом, я честно говорю, и, к сожалению, в последнее время даже в аэропорту мы, как бы, бывали случаи, что даже спортивных журналистов не было в аэропорту, не встречали чемпионов, и это обидно, и, как бы, будь спортивная структура, да, агентство или департамент, я считаю, что все было бы по-другому, потому что тогда можно было, да, свою политику в сфере спорта продвигать, и люди знали бы тогда, что да, можно просить, можно какие-то контракты, именно о продвижении спорта, уже по финансированию тоже было бы, можно было бы что-то больше потребовать, а так мы развиваемся, как бы, уже по, я бы не сказал, что по нарастающей, мы развиваемся стабильно, но, опять же, да, есть финансирование, оно более-менее такое среднее, так скажем, но, опять же, ребята, их желание показать себя этому, и, благодаря этому и Молдова проставляется. Эдуард, скажите, а как вы относитесь к тем профессиональным спортсменам, к гражданам других стран, но представляют Молдову, и, что называется, на пьедестал и почет, и восходят с молдавским слагом? Я всегда приветствовал, хотя, знаете, я все-таки патриот, и более болею за своих, и вот сейчас даже Сергей Тарновский, знаете, завоевал, как бы, бронзовую медаль на Олимпиаде, я за него, честно, был рад, и в то же время огорчился, когда увидел Виктор Чабану, Анастасия Никита, потому что они тоже были близки к медали, и, знаете, как бы, хотелось, чтобы все-таки, знаете, наши, которые родились в Молдове, наши ребята, именно, чтобы они гордились своей страной, я не говорю, что Тарновский плохой парень, наоборот, он хороший парень, он рад этому, но, опять же, в Каное сейчас большой всплеск такой медалей, что действительно таланты сейчас, как бы, но, опять же, мы потеряли сейчас двух ребят, опять же, за Румынию поехали, два ребят, которые могли бы и за Молдову выступать на хорошем уровне. Опять же, не понимаю вот этих случаев, потому что, казалось бы, руководство спортивного спорта, руководство молдавского спорта, как бы, бережет своих спортсменов, думает о них, в то же время теряем лучших, и, что касается зимних видов спорта, то, честно скажу, я всегда смеялся и даже в свое время написал, как бы, статью, что многие думают, что зимнего спорта в Молдове нет, а мы... У нас, оказывается, фигурное катание есть, где мы также одерживаем определенные победы. И здесь я приветствую именно, что, да, натурализация спортсменов здесь работает, потому что на основе тех спортсменов можно воспитать и своих. Но, опять же, когда финансирование идет от международных структур, мы не должны отказаться. Здесь я приветствую. Я не привык тратить, допустим, государственные средства на тех спортсменов, которые приходят, знаете, как бы, просто меняют страну ради гражданства. И нужно все-таки гордиться своей настоящей страной, знаете, и, как бы, именно когда поднимаются флаги ГЕМ, мы слышим ГЕМ, это должна быть гордой за свою страну. Век скоростных технологий. И я тоже еще не откроюсь, опять не откроюсь секрету, что молодежь проводит большую часть время с телефона, газетами и тому подобное. И там она любит, кстати, спорт. Ну да, здесь согласен, что действительно, вот, Федерация Футбола транслирует все матчи чемпионата страны, как бы, и я знаю случай, что даже журналисты не захотели идти на матч, потому что была трансляция, они говорят, да я возьму кадры оттуда и все. Это не совсем корректно. Раньше, как бы, не было трансляции, не было, как бы, люди ходили на футбол, потому что знали, да, сегодня будет, опять же, уровень футбола чуть-чуть упал, и опять же, болельщики, да, и спортивная пресса, как бы, не очень горят желанием идти на футбол. И я не говорю не только про футбол. Вот баскетбол сейчас запустили, как бы, хороший проект, уже чемпионат страны тоже по-другому. И финансируется по-другому, и освещается по-другому. И пошел народ на баскетбол. То есть, есть рычаги. Федерация футбола тоже призывает, концерты организовывает. То есть, можно привлечь. А тот факт, что вот на матч с Польшей трибуны были полными, то есть, опять же, говорит о том, что люди ждали этого успеха и надеялись, что Молдова преподнесет сюрприз. Знаете, и учитывая, что после, как бы, счет 0-2 был после первого тайма, то есть, понимаете, радость всего народа, что повернуть ход матча и победить 3-2, это уже такие эмоции положительные, что, честно говоря, можно сравнить даже с победой Молдовы над сборной Уэльса в 94-м году на республиканском стадионе. Ну что ж, спорт – это действительно эмоции, спорт – это действительно адреналин, и спорт – это прежде всего любовь. Что вы сегодня, завершим нашей программой, хотели бы сказать нашим зрителям, что надо для того, чтобы спорт развивался в Молдове именно таким хорошим, добрым путем? Что надо? Надо все-таки, как я уже говорил, любить спорт, это прежде всего, потому что у нас хорошие таланты во всех видах спорта – борьба, дзюдо, то есть я даже сейчас каноэ, как говорил, стрельба тоже, все виды спорта имеют свои герои. Мы, спортивная пресса, должны их продвигать как можно чаще, спортивные передачи, очерки, интервью, даже, знаете, как бы, даже социальные сети нужно использовать для этого, потому что действительно это такой рычаг управления спортом, я вам честно скажу, потому что я следил, как бы, за выступлением молдавских борцов в прошлом году, да, и только закончился, как бы, поединок в финале, тогда Никита, да, и Рынгач тоже потом, и они победили, я только нажал, и такой всплеск эмоций, что браво, браво, то есть даже я, честно, оказался таким, знаете, ситуацией такой непонятной, говорю, разве можно так за пару минут, такой всплеск, знаете, что люди действительно, как бы, ждали этого момента, значит, спорт жив, и нужно делать все возможное, и государственным структурам, прежде всего, нужно продвигать спорт, помогать спорту, быть рядом со спортсменами, их проблемами, и спортивная пресса тоже, мы все вместе делаем одно общее дело, продвигаем страну, продвигаем имидж нашей страны, и когда, знаете, поднимается флаг Молдовы, или звучит гимн, это, знаете, у каждого болит сердце, и наверняка кто-то, каждый из нас чувствует свою причастность к этому успеху. Огромное спасибо, что приняли наше приглашение и стали героем сегодняшней нашей программы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok